Привет, ребята, это Сид. Ну вот, решил показать дорогу к нашему гаражу. Это Уральские горы, здесь довольно красиво летом. Ну, мы-то, конечно, уже привыкли ко всему этому виду. Чем сегодня займемся? Ну, сперва, как обычно, коротенькая нарезка, что мы делаем в гараже. Потом посмотрим, что там с Шауплиным. Поразбираем 1К62 Челябинский. Поменяем шестерни гитары и шкив на нашей кашке. Посмотрим, откуда берется вибрация на 1К62. Ну и в конце переберем два ящика ржавого, но очень нужного железа. На автоподаче. Я полностью отпущен. Только за счет своего веса. Реально приварилось. Если бы так просто прилипло. Осторожно, ты что? Дым идет. Ну, вот так вот, да, хорошо прикрылось. Что-то сжегся рвал. Что сделал, что сделал. Вот втулку сделал. Это люлька от подъемника. Палец вот. Вот вот в нее втыкается без люфтовая посадка. Это вот сюда. Вот так вот. На этом люди будут на высоте 6-го сажата летать. На неведомой стали, да? Ну вот это-то гвозделина, это уж понятно, что это за сталь. А это вообще не понятно. А это неизвестно, что это. Она может вообще даже не приваривается. Вот многие задают вопрос, где я шаублен, что шаублен, когда шаублен. Отвечаю. Работа ведется, но очень медленно. Шабрение процесс утомительный, долгий. Такие отрывочные эпизоды я выкладывать не хочу. Когда уже закончил шабрение, тогда выйдет отдельное тематическое видео по станку. Искал и заказывал недостающие детали, например, выключатели, таблички выключателей. Да и просто закончились шаберные пластины, тоже заказывал. Короче, та треугольная линейка специальная, да, из закаленного клина, которую я делал, стал вытворять такие фокусы, что в конце концов пришлось ее все-таки сжечь. А точнее, отжечь. И заново перешлифовать. При работе с ней не было стабильности. То есть ее все время вводит, каждый новый день она дает новый отпечаток. Короче, я сложил такой ритуальный костер и забросил. ее туда. О, она красная лежит. О, точно. Еще и на углероде мы еще крепче станем, еще сильнее закалится. Зацементируется в углях-то. Лей на нее ведро воды. Чтобы уж точно отпустить. Но оно, Серега, по-другому идти не могу будет. Это, понимаешь, это... Ну да, я можно сказать, просто, ну, попустился, я как бы оставил на самотек это все. С другой стороны, как вот из нее клина не сделали, на что они рассчитывали? Там у них клина тоже кривой, значит, в станке был. Он кривой, но там нету такого значения особо, чтобы он был идеально, это же не линейка. Он говорит, ты его туда загнал винтом, он там, ну, подпрямился маленько. Там-то он пусть... Чего он не зажмет, он же, ну, там, играет сколько-то. Не критично. Это как линейка, он не может работать, потому что он покривел. Все-таки я не зря их делают из чугуна. Чтобы я хоть раз еще делал линейку из стали, да не в жизнь. Ну, и метод обработки. В общем, весь процесс шлифовки не стал показывать, там все то же самое, можно посмотреть в старом видео. И решил последние проходы делать вообще абразивным куском. Ну, как бы, хорошо сглаживает вот эти вот бугры, которые остаются после болгарки. Ну, вот, можно сказать, вторая версия линейки. Неделю попользовался ей, ну, мне кажется, стабильность геометрии улучшилась. То есть отпечаток на поверочной плите и отпечаток от линейки, вот, да, направляющих. Короче, работа по шаублену ведется. Просто я как рассуждаю. Вот шаублен, да, он был, есть и будет. То есть он никуда не денется. А работа, заказы, да, ну, грубо говоря, халтура, она сегодня есть, а завтра ты куришь ногу. Поэтому только настроишься пошабрить, а через полчаса ты уже спасаешь танки и инструмент. На приемке тут попалась такая кашка, челябинская, довольно свежая, 81-го года, что ли. И при ближайшем рассмотрении, да, разборке, оказалось, что она в таком неплохом состоянии вообще, что можно было бы ее забрать, если бы было место. Блин, наш станок, на котором мы работаем, более убитый, чем та кашка. Вот так поснимал все, что можно было. Плонжерный насос, да, передней бабки, который у нас глючит там, к сожалению, вообще был сломан. Ну, вот трубку заборную, да, вот этот фильтр и клапана поскручивали. Вал шестерня продольной подачи. И вот такой интересный шкив, я думал, стальной, а он алюминиевый. У нас там проблема была с вибрацией, я об этом расскажу чуть позже. Рукоятки вот все целые, как бы не гнутые, не сваренные. И вот эти, взял вот эти шестерни от гитары, тоже надо поменять на нашем. Это нижняя крышка, днище фартука. Но это пластмассовая, а у нас вообще чугунная. Клин, поперечки, рейки вообще почти новые. Короче, то, что получше, да, поставим на свой станок. Остальное он на барахолку. Так, поковырял еще кашку. Заказали снять вот эту вот втулку или фланец. Скребки, гайку, поперечки. Ну и винт, поперечки тоже снял. Кончик только загнут. Но можно его, я думаю, выправить. Так-то рабочая часть у него идеальна все ровно. Так, это от задней бабки. Винт, гайка, фиксатор, не знаю, как он называется. Это кулачки зажима пиноли. Вот такой на сегодня улов. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подименил. Так, вот у нас шестерни болтались на гитаре. Там вот эта промежуточная крутится на бронзовой втулке. И, видать, ее забывали смазать вот этой товотницей или масленкой. И, видать, вот эта втулка износилась. Или там как-то на пальце болтается. В общем, мы решили заменить шестеренки, на которые сняли. Там-то они вообще как новые. Так, вот колечко. Как вот такую сделаешь? Зачем она вообще такая нужна? Понятия не знаю. Если она на оси, нахреная шлицы-то ее делить. Вот, а вот эту мы не взяли. Там была ось. Еще одну ось. Шлицевая втулка. Зачем? Ты можешь объяснить, зачем так сложно? Что-то не хватает какой-то шайбы, чтобы зубья установились. Вдруг напротив, где-то 5-миллиметровую шайбу надо тычить. О морях и не мечтаю. Телевизор мне природу заменил. 75 миллиметров амплитуда. Вот, а в другом месте. А тут побольше. 80 уже. А тут побольше. А5 В общем, как вы, наверное, уже поняли, долгое время нас беспокоила повышенная вибрация. Она шла вот от этого шкива. Можно было бы его, конечно, проточить, но вот за два года до работы станка как бы не попался другой такой шкив, чтобы можно было заменить или хотя бы временно поставить на время восстановления проточки вот этого старого шкива. Вот так, короче, бьет шкив. Вот этот приводной фрикционный вал. В общем, и радиальное, и торцевое биение где-то 0,8 мм. То есть надо устранять, потому что масса у него довольно приличная. Килограмм 10 весит. Ну и вот его хватает, чтобы раскачать весь станок. Шкиф двигателя на глаз практически не бьет. То есть у него и масса меньше. Ремни натянуты слабовато. Вот это вообще как бы раскачивается. И профиль ремней тоже плавает. То есть качество ремней не очень. То толще, то тоньше они идут. Я хотел вот этот менять и продаются как бы в продаже пластиковые. Не пластиковые, а из материалов то ли волокнит, то ли фимопласт. Тоже шкивы. Но пластиковые масса меньше как бы и теоретически вибрации тоже должны быть меньше. С этой с ремнями было 100 мм. С этой с ремнями было 100 мм. В интеракции здесь было 100 мм. Смотри, смотри. 6 соток. А было 100 мм. Ну что, не шутка тяжелая. Самый раз. Сам вал. То есть конец вала практически не бьет. Биение укладывается в одну сотку. Четыре раза разворачивал шкив на 90 градусов. Ну примерно на 90. По этим шлицам думал устранится биение. Но биение всегда остается в одних и тех же местах. Максимальная, вот минимальная точка. Ну скорее всего он как изготовлялся. Сначала точится болванка весь сам шкив. А потом протягивается вот это шлицевое отверстие. Единственный способ исправить вот эти все биения. Это проточить заново все ручьи. Или хотя бы вот эти три рабочих. Проточить все, отбалансировать. Это осложняется тем, что шлицевое соединение имеет центрирование по наружному диаметру. Вот здесь у нас зазор внизу в ямках. Поэтому, чтобы проточить, невозможно будет на круглой болванке его хорошо зацентровать. Ну лишь приблизительно вот по этим вот, по внутреннему диаметру. Так что вот идеально было бы конечно на самом вот там валу его проточить. Ну это скорее всего невозможно. Тут хоть видно, что чугунный, а это что вообще алюминий какой-то. Не железо, видишь запрессованное. А, ступица залитого алюминия. Понятно. А на нем есть масложгонная? Вот эта канавка на нем на ступице есть? Посмотри. Вот. Видишь тут гладкая? А тут смотри. О! Нифига! Разные. Разные. Маленькие. А приложить нельзя было сразу к этому. Маленький. Новый шкив оказался чуть меньшего диаметра. С чем это связано я не знаю. Может тоже не родной. Потому что в продаже я видел только чугунные и пластмассовые. Отрегулировал гитару по бумажкам. Сюда и сюда. Зазор. Боковой зазор. Сейчас натянем ремни. Все три. И посмотрим, как уменьшится вибрация. Шепчет. Так, Мирик. Вывод сколько? Семьдесят 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 пять. Прикинь? В три раза. А здесь больше восьмидесяти было. Сзади. Ой. А сейчас двадцать пять. Когда останавливается. Вот включи где резонанс у него. У нас и сто тридцать вообще нет. Вот следующий. Да так. Да не надо так. Эй. Если быстро, то можно. Не надо быстро. А вот смотри. Вот его резонансная частота. Лучше на ней просто не работать. Да и все. Ну что, я чуть не падаю. Вон на пятьсот работает. Сейчас измерим скорость вращения шпинделя. Шкив поменяли. Могли обороты измениться. Сейчас должно быть пятьсот оборотов. Так. Да. 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 Производили, что туда выросло. Удачи процента. Перекой стали больше по десять процентов. так ну вот приехали с одной мастерской камрады нам подогнали вот такой инструмент весь ржавый там все затопило все в шкафах хранилось и крышу прорвало все это заржавело и вот они в общем отдали нам все фрезерные оправки какая-то гитара непонятная делительные диски ну все начислить что-то может быть сразу например вот это вот пойдет металлолом так это фрезерные оправки горизонтальные с четвертом конусом для 676 раз вот два это шомпол почему-то для нгф а несколько вот таких вот правок iso 30 с 30 конусом это интересная штука для сверления с пятым конусом устанавливается сюда патрон сверлильный зажавела закисло все надо размачивать не так крутишь быстрая подача кто-то заморочился сделал какие-то параллельки вот резец расточной наш любимый размер зенкер хозяйский вот такая гитара не знаю чего какого-то станка и набор шестеренок может быть отделительной головки как-то не рядом лежали самой головки сожалению уже нет так и тут фреза такая торцевая или как она скоростная вот хорошая фреза тоже со вставными зубами зенкер и фрезы развертки клин какой-то еще фреза короче все на очистить пока что то что нержавая заберем остальное оставим до следующей операции по очистке а вот купил уже такой преобразователь ржавчины в принципе тоже очищает уже пробовали что им все зальем водичкой разбавим посмотрим как очиститься удача удача